Всем приветики, с вами Мелис и мы продолжаем играть в Тани и Бани, сюжетная линия дружба с Ромкой. Так что надевай наушники, бери что-нибудь покушать и не забудь свой царский лайкосик, мне очень приятно и поехали. Так, в прошлой серии я чуть-чуть пролистнула и в итоге я не запечатлела этого мужчину, поэтому я сейчас немного перемотала, все переиграла. Нам нужно на него посмотреть, нам нужно же для дальнейшего развития сюжета построить его фоторобот, поэтому нам всегда нужно его находить и осматривать. Поэтому я это пропустила, а сейчас мне пришлось перемотать, потому что я там чуть-чуть пролистнула, потому что не было глазика справа, как бывает. Короче, вот, я на него нажал. Впереди на обочине из тумана возник силуэт. Мы отошли, чтобы пропустить его. Из-за упавшего зрения и сумерек казалось, что навстречу нам, не касаясь земли подошвами, скользит призрак. Вау! Но он приблизился, и я рассмотрел взрослого мужчину. Узнал его по кражистой фигуре, тот тип, что курил у школы утром. Мужчина одарил нас деловитым взглядом ледяных глаз и пошел дальше, быстро сгинув по лутьме. Нет горба, зато дайте губа! Интересно, к чему это он. Я испугался, что незнакомец услышит дразнилку, но он был уже далеко. Мы продолжили путь. Молчаливые процессии брели мы вдоль замерзшей проселки. Тишина и частичная слепота вместе действовали угнетающе, и я заговорил. Давай-давай, а то я уж что-то никак не разговорилась еще. Чему тебя Бяша зовут? О, хороший вопрос, мне тоже интересно. Бурятик криво ухмыльнулся. О, брешешь. Пургу гнать, это он умеет. А звать его так, потому что блеет как овца. Все после того, как из черного гаража живым выбрался. Какого? Бяша моментально изменился в лице. Я заметил это даже сквозь пелену. Отщатнулся. Ты замычал. Что-то они члены раздельные. Ты видишь? С ним так всегда, как об этой херни заговоришь. Ну, что-то серьезное случилось. Ты сейчас о чем? Ты серьезно про эту страшилку не знаешь? На черной-черной улице. В черном-черном подвале нашли черный-черный ящик. Будем продолжать. В черной-черной подворотне стоит черный-причерный гараж. И он знает о тебе все. Ммм, сомневаюсь. Где ты живешь? Что любишь? С кем дружишь? Наверняка слышал о пропавших детях. Угу. Это тут не первый год происходит. Все местные знают, кто здесь замешан. Даже взрослые. И кто? Гараж черный? Вообще, везет тебе. Ты вон в лесу, считай, живешь. Он к тебе так просто не сунется. Что? Тупо сечет, что среди деревьев будет выделяться. Что? Черный гараж? А у нас эта хрень может где угодно поджидать. Иногда в конце переулка или возле дома. А еще. Идешь такой себе ночью. И тут раз! Что? Он стоит. Где совсем недавно пусто было. Гараж появился, да? Они про тот гараж, наверное, который Алиса нам показывала. Завела к Деду Морозу. Это же был гараж. Походу, реально. Походу, реально. Они секут. Мне очень нравится, повторяюсь, эта сюжетная линия. Она совсем другая. Очень другая. Тут прям все другое. Мне очень нравится. Дверь открыта. Внутри мрак. И тут как? Угу. Мяша натянул капюшон на голову и завыл на высокой трепещущей ночи. Стараюсь заглушить Ромкину речь. Ладно, ладно. Проехали. Я переваривал рассказ Ромки, не понимая, как относиться к услышанному. За недолгое время, проведенное в этом заснеженном глухом поселке, я уяснила одно. Многие здесь столкнулись с тем, чего так и не смогли понять. Я взглянула на мелко трясущего себя. Шока, а вот скажи, нахрена вы-то сюда переехали? Я тяжело вздохнул, глядя под ноги. Далеко внизу ботинки бодали носками туман. Это были вызупоренные наизусть слова. Молодца, тут новая работа. Я за неделю в палатке жил. Ооо, вот это называется турист. Здесь рядом. Прикинь, хотя от мамки его звезда, ну ты, я бы сам в лес сбежал. Мы шли дальше, но казалось, что это лес плывет мимо. Сосны, черные клавиши, снежные прорехи, белые. И чаша играет свою древнюю скрипучую мелодию. Музыку корней, берлог и забытых таежных скитов. Стежинки создавали бодражащую иллюзию. Казалось, кто-то бродит по лесу. Кто-то высокий, неуловимый, готовый в любой момент прикинуться деревом или слиться с сугробами. А потом, когда внимание к нему слабнет, вновь продолжит свой путь вдоль дороги. Но это была лишь игра света и тени. Там никого не было. По крайней мере, мне хотелось так думать. Ромка вдруг резко притормозил и сказал. Слышите? В лесу кто-то бродит по ходу. Не. Кожа под одеждой засвербела, заныла в желудке. Мы посмотрели, куда показывала Ромка. Высоченные, причем с нашей скоростью идет? Тво кто? Никаких гигантских фигур за мачтами сосен. Только тени, крадущиеся в полумраке. Медленные тени. Быстрые тени. Голодные. Снег бесшумно осыпался с ветки, заставив вздрогнуть, прикусить губу. Будто что-то огромное поднялось дерево и улетело. Возможно, в нашу сторону. Ромка поднял землей шишку и шпырнул в чаще. Оклик крикошетил, словно ударил от тугой барабан. Эхо передразнило Ромку, а затем вновь воцарилась тишина. Кто-нибудь видел? Да, я вообще тут слепой. Я помотал головой. Что я видел? Так это вертикальные маски деревьев. Темноту, снег и своих спутников в дымке. Вспомнились шершавые стволы. Губчатый лишайник и ледяное, рощево над нервом. Пойдемте скорее, а то его чиреет. И я такой, ой, не вижу, не вижу, кто там был, сова большая, кто орел, не вижу. Меня вновь взяли под локти и повели вперед. Понесли к лесу торчащим шпилем сучив. Солнце окончательно кануло за зеленые пики. Блин, почему-то сейчас в этой серии слишком много слов, которые даже не знаю. Жесть. Мрак зашевелился, расправил плечи, пополз как дым. Добавок. Повалил снег. Густые липкие хлопья. Белые мухи, летящие на запах панели. Мое зрение стало крохотным островком, омываемым темными водами. Утренняя тревога вновь начинала владевать мной. Мерещилось, что далеко-далеко на самой кромке сознания я слышу кратчевое пение флейты. А мы знаем эту флейтуну. Мы уже много раз слышали, мы же не первый раз проходим игру. Крупкое, словно мартовский ледок, под которым дремлет бездонное озеро. Я ковырнул пальцем в ухи, прогоняя слуховую галлюцинацию. Лес был тих. Я представила ребенка, идущего в ночь под надзором дуклистых сорсен. А вы знали Вову Матюхина? Мальчика, который пропал недавно. А разве мы не его ищем, сладкий? Что? Топе, почему здесь голоса лисы, я не поняла. Я вздрогнулась, становился, вставившись на правожатого. На лису, в ее неизменные маски лисы. Девочка нежно придерживала меня за руку. Что ты здесь? А ведь я тебя потерял. Потерял, потому что зазевался. Я ощурился недоверчиво. Давно ты за нами идешь? Что значит давно? Я всегда была рядом. Да и за кем? За вами. Мысли. А дурачный. Я повертелся, но не нашел ни Рома, ни Веша. И вдруг почувствовал ее прохладные пальцы на своем запястье. Пойдемте. Мы собирались искать Вову. Что? Нет. Мне нафиг не нужен ваш Вова. Не дав опомниться, она повела меня через лес. Запах мандаринов, кофе и петарт обволакивал. Я ощущал себя маленьким мальчиком, которого ведут неизвестность. Впереди темнели стволы деревьев. Грозно щетинились ледяные кусты, дикобразы. На пути возникло что-то прямоугольное, вроде большой коробки. Я окаменел. Коснулся краешка глаза, оттягивая века, как бы настраивая зрение. Это гараж! Она меня ведет в гараж! Подождите, подождите. Она меня реально привела в гараж, о котором говорили. Металлический гараж вырастал прямо из валежника. Тяжелые, громоздкие, такое невозможно без труда перевести с места на место. Все накрашены черным. Чернее окружающей тьмы. Лиса принюхалась, и показалось, что ее маска сморщилась от омерзения. Тревоженный голос путницы напугал меня даже больше, чем эта жутковатая железная коробка. Я слышу его запах. Может, Вова играет с нами в прятки, и он решил спрятаться? Внутри... Ага, хорошо, ловко, чтоб меня заманить в гараж. Мне оказалось, что от постройки отделяются дымчатые щупальца, и что-то рыщет в прелой листве. Они истелились по снежному одеялу, подбираясь к нашим ногам. И какой-то жуткий металлический скрежет доносился из-за огромных черных ворот. А я можно что-то другое сделаю, кроме того, как постучать? А можно я не буду стучать? Ок, наверное, со стороны моей дерганиза напоминала пластику марионетки, танцующей на нитях кукловода. Я приблизился к гаражу, затыяв дыхание. И постучал костяшками по листовому железу. Тот же опасливо отскочил. Послышалось, как зазвенели проржавевшие местные крюки на толстых металлических цепях. И что-то громоздкое отринусон поползло отвери черные ворота. Ничего не происходило. Ничегошеньки не происходило. Сердце бухало в груди. Это что за хрень там? Это что там за хрень вылезла? Ничего. Тук, тук, тук. Опасаясь повернуться в гаражу с пеной. Я не успела даже прочитать. Опасаясь повернуться к гаражу с пеной, я очень миленно сделал шаг назад. Не в силах оторвать взгляд от чащей смарадно расщелины. И хотела было позвать Алису. Беги, трусливо проблеял голос в голове, потыкаясь, рвануло в кишащую тень тенями ночь. За изломанный ствол лист... Да ё-моё, ну что сегодня происходит? Почему я не могу нормально читать? За изломанный ствол лист виницы. Уверены, что леса бежит рядом. Минуту спустя обнаружил, что девочка пропала. Лес бормотал свои древние молитвы. Скрипел, тикал, шуршал. Я замер. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я понял, что стою почти в полной тьме. Кольце ЗМЫЫЫВАЮЩИХ ВыСТВОЛОВ И всё вокруг шевелилось и дрожало. Уши закладывало чорохой и шелестом. Кроны таяли в космической черноте. Усты становились пустыми клетками, чьи обитатели вдруг вышли на волю. Казалось, что вот-вот когтистая лапа выпростается из мрака и схватит моё одеревеневшее лицо. Где-то вдалеке послышался крик. меня искал ли как того пропавшего мальчика глаза защипала выступившими слезами тяжелая капля сорвалась с ресниц рига звучал громче на мгновение даже поверил что меня спасут ё-моё одно из деревьев двинулась вперед это был не ромка и не бяша кто-то взрослый высокий с длинными руками но вообще это голос от нашего отца а позади него крались тени напоминавшие собак но эти существа были намного крупнее жульки лес больше не таился не прятался за ложными образами я замер буталий нашпилины на лучи приближающего 100 автомобиля от чудища уставились на меня сумерках без очков явил слишком мало но и увиденным охваталась лихвой чтобы остолбенеть от ужаса резкий запах звериной мочи и мокрой шерсти окутал поляна когда жуткая процессия во главе с гигантом направилась ко мне от страха подкосились ноги я упал на колени в снег словно бы малясь этой фигуре деревьям темноте я не смела поднять глаз и когда он подошел накрыв меня смрадом на миг почудилось что ноги его проросли серой шерстью я зажмурился так сильно что на внутренней стороне век заплясали красные круги лишь бы не видеть всего этого зато я чудесно слышал его дыхание наждачной бумагой царапала уши приплы глубокая рычащие я выводил из памяти бабушкин заговор ответом были рыча не и вонь глава не защищали от когтей клыков я был бессилен и тут неподалеку послышался знакомый ласковый голосок что кое к черту алиса вы на хорошая у нас лиса я смоню она сразу на заманила чтоб нас сожрали кто-то горячий пробежала по горлу как веревка мясистая и липкая язык узкой бойнице при поднят приподнятых век за дрожащими пальцами видел грозную фигуру нависшую надо мной ушел запах псарни компостных ям и мха передо мной величественной жутко возвышался рогатый зверь пози сквозила будоражащая царственность рога подбирали тучи а я а вытрощенные бельма впивались крючьями в моих готовые лопнуть от ужаса глаза руки были полные полный даров конфеты конфеты выпадали на снег и переваливались пестрыми фантиками перебрелись упаковки шоколадных патрончиков чупа-чупс и воткнулся в сугроб пластиковый палочек моим ногам посыпались конфеты стукнулся о лед игрушечный автомат и парализованный страхом я вспомнил у пропавшего вова был точно такой же рядом упала кукла посыпались грады металлическая юла плюшевый медведь с облезлым носом рыжий карлсон без пропеллера оловянный солдатик знаменосец пожарная машина кукурузник почему мне кажется что это все игрушки украденные у пропавших детей игрушки не были перепачканы в крови но воображение дорисовала багровые потеки и кляксы на эти сокровища принадлежавшие безывестным детям ложилась рогатой тень чудовища косматые руки вынудили выудили откуда-то из темноты преследовавшую меня обрезы абразину зайца и грубо нацепили мне на лицо пение зверей вокруг медленно и грациозно встали на задние лапы тут же свет ударил мне в лицо расколов пополам фигуру монстра я заслонился пятерней луч фонаря скользнул вниз антон вот папа ты совсем сдурел мысли поят причем как понимать то аниме я глядел на папу туда где секунды назад громоздилась чудовище марака укутал поляна на игрушки и конфеты темнели на снегу если набраться силы подойти к устам то наверняка там будут и отпечатки язык проглотил одноклассники твои к нам пришли то сказали ты сбежал от них в лес самую чаще и что это за 3 ты напялил но поход теперь и психом стал я стянул маску с запревшего лица и бросил ее к остальным игрушкам в дебрях закрустили ветки недаймой ужасом я принял к отцу а он встрепенулся изучаю чащобу и сказал совсем другим напряженным тоном пойдем отсюда скорее мать узнает такой нагоняй нам устроит мало не покажется не потянулся к отцу все еще ледене от ужаса хватился за его крику ладонь почувствуешь почувствовал почувствовал подушечками быстрый пульс поднялся и пошатываясь побрел с папой по его едва различимым следам назад к человеческому жилью к свету к дороге где отец припарковал машину ни слова ясно ни единого намека где я тебя нашел он держал меня за руку словно что-то очень ценное и все рассказывал как боится потерять меня и олю но это был не тот липкий как язык животного страх его страх был благородным и чистым бриллиантом а я кивал и послушно перебирал ногами и вдруг где-то из-за спины я вновь услышал знакомый голос пока ты со мной никто тебя здесь не тронет да да только ты первыми сожрешь за раз такая мне интересно почему мы сбежали от ромки бяши серьезно почему и машина двинулась по направлению к дому гараж там гараж отец посреди леса не смущает тебя гараж припас к стеклу я различил среди елей приземлистую постройку хибару чернее самой черной ночи гараж ранившийся в чащобе металлический склеп он словно шел за нами по пятам через миг постройка скрывала за поворотом я сглотнул горечь а белые снежинки все парили в темноте почему мы убежали от ромки бяши а вот и мы мама спускалась по лестнице вцепившись в отца фирменным взглядом на ее лице застыла грозная эмоция нас такие гнева и презрения внезапно ее взор упал на меня и опасно долго задержался так я не поняла антон а где очки потерял да в школе поди забыл простофили повисла ядовитая пауза вить в тебя отец сердито смирил маму взглядом а затем заговорщики подмигнула заговорщицкий подмигнул мне напоминаю нашему гамму ничего есть же запасные проживем как-нибудь родители еще некоторое время стояли в тишине затем каждый из них молча побрел по своим делам подальше друг от друга а я еще не успела раздеться к ко мне бросилась оля меня словно дроби пыльнули пальнули потом пыльнули аниме я лишь зашевелил губами созвоном развилась взребезки чашка эта мама выпустила ее из рук ее лицо было бледным она растерянно уставилась на осколки это короткая в долю секунды пауза длилась вечно потом мама с досады сказала правда правда такая пушистая она у забора стояла на задних лапах совсем как человек она меня позвала а тут мама вышла и лиса убежала не было так не выдумал не подходи к ней если бы понадобилось я был бы готов трясти сестру как тропичную куклу не подходи слышишь мама вышла в коридор и удивленно посмотрел на меня я осушевался леса ведь укусить может мне вспомнили детские сказки в которых лисы воровали детей представив свою алису вольную хищную бегущую быстро быстро по ночному лесу дергивающимся мешком в обнимку это же было не настоящие лица расскажи мой она на двух ногах ходила а еще была в платье одета это лиса и моё хотела и нашу или забрать по ходу только она была в заправду видишь мама стала улыбнулась я тоже выдавила себя улыбку жалкую как тонкий кусочек но и перед тем как она окончательно растает в руках но оставью оставшиеся наедине с сестрой я шутил увидишь и беги мысли о лесном чудовище атаковали бомбардировали меня будто дочь из конфеты игрушек передо мной стояла поросшая шверстью фигура расправляющий раз про расправляющиеся на фоне стволов то он что случилось в лицо то что не происходит я зажмурился и бросил в рот витамины запил их водой хватит ходить сходить с ума пожалуйста хватит и кое-как уселся за математику на задачи не желали решаться цифру в тетради то кувыркались и перемешивались то окружили станции то прыгали за поля от всей этой чахарды голова стала тяжелый и так и так норовила упасть в числовую вязь веком словно подвесили маленькие гири и те что кладут на весы продуктовом магазине стала мне сдаться и захлопнуть тетрадь как вспоми воспоминания прожитом дне суматошно заскакали перед глазами вот снова я посреди душных школьных коридоров отсюда виден кабинет литературы лица мертвых классиков на портретах строгая царственная поза классной руководительницы линии лилии павловны а затем углом ждет не дождется ее ненаглядная дочка катя я беда и сплетница чего тебе кать она закачалась на носочках спрятав за спиной руки и с фальшивой улыбкой поинтересовалась может быть я сказал бы правду полине но катька продаст мою правду на рынке за три копейки то же самое что распечатать мои мысли на принтере и повесить рядом с фотографией вовы чтобы все читали я вновь обратился к заученному ответ все из моих родителей у папы тут новая работа а мама мама на указе даже не думал меня слушать метнулась к навостренному шампо дружек зашептала косись на меня и хихика ну да вообще-то я вот слыхала что это все из-за его отца он недавно кому-то крутому дорогу перешел и теперь они всей своей семейкой в нашем захолустье скрывается неправда ты все врешь слышали как он бабурина просто так стукнул это каким надо быть уродом чтобы в первый же день так над одноклассником измываться я смотрю ты его любовь 1 прекрати ты же знаешь он первый начал и будто этого мало ходит слухи что он спутался с ворюгами из шайки ромки 5 фана да 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 девочки сумки проверяйте того и гляди в гардеробе вещи начнут пропадать будем знать это петра в дружками постарался да 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 замолчи заткнись вон как раскричал цвета вот уже а зрачки то драчки такие широкие опять чего доброго скатушек слетит и руки распускать начнет не зря же его мать таблетками печкой у меня замер смятений безуспешно пытаясь понять откуда знает про лекарства и что пугало сильнее вдруг я болтаю друг в ее болтом не кроется ужасающая правда он такой же ненормальный как и его сестрица представляете к этой сумасшедшей дурочке каждую ночь прилетает соба ростом с человека да только что ты и никто и здоровых людей не видит но мы сейчас знаем что это в принципе сейчас галлюцинация антона и это не за правду потому что слишком много вопросов откуда бы она это все знала и тут среди ухмы ухмыляющейся толпы поймала единственный сочувствующий взгляд что конечно я очень сильно больно алина послушай меня на путь на променял господи мы с ней один раз общались смысле променял на чтоб менять когда еще ничего не было полина согнулась будто ее пнули в живот а потом залила слезами и громко и истерично плача рухнула на грязный пол ничего не понимаю бросился к полине но катя грубо оттолкнула меня под полина страха озрела ярость медленно всплывала из клубящегося марокко я почувствовал как моя верхняя губа ползет в деснам оголяя зубы что твой отец бьет мать еще не дает тебе права поднимать руку на девушку локи стали кувалдами не рожать никто не смеет говорить такое про мою семью я опомнился когда уже кинулся на злобную качку внутри толпа школьника вокруг нее зашумела разразилась с убийством и гневом риком и стала расти футбильные фигурки учеников увеличивались ширились стянулись вверх все выше и выше по самый потолок превращались в огромный черный лес кишащий оскали оскаленным и мордами я жался до пушистого комочка затрася перед могуществом и изрытых язвами стволов не то людей не то деревьев и показал свое животное нутро или ты милос ать на лицом была обезображена ликованием и восторг я не знаю что здесь происходит я не понимаю из леса донеслось пугающих хлопанье крыльев два огромных белых пупа спустились откуда-то сверху я с головой зарился в них я думаю на этом моменте мы приостановимся продолжим играть в следующей серии так что не забудь написать свой царский комментарий как и поставить лайкосик а подписочка и колокольчик тоже на тебе всем все ссылочки на сети в описании и всем пока 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 Продолжение следует...